каждый шаг часть четкого плана ну конечно же нет вообще тем очень интересная потому что мы с вами да и вообще большинство людей ищущих стремящихся старающихся созидательно относиться к своей жизни склонны к планированию естественно потому что ты видишь некую последовательность действий и ты предполагаешь как события будут развиваться но если есть какой-то абсолютно гарантированный закон этой реальности это тот что обстоятельства не будут развиваться по твоему плану всегда всегда в любую цепочку действий внедряются новые факторы и самое удивительное что мы как люди созданы таким образом просто от природы мы устроены так что мы великолепно умеем адаптироваться и подстраиваться под меняющиеся условия и психологические физические даже наше мышление и восприятие окружающей реальности построена именно так построена для того чтобы адаптироваться и менять наши пути но мы с вами конечно вижу цель не вижу препятствий по камере я так устроен я думаю что у вас приблизительно также и вот ты совсем своим спортивным характером со всей своей целеустремленностью со всей своей уверенностью внутренней работой ты устремляешься к непосредственной цели которую ты видишь виде эту цель ты в какой-то мере порабощен ею то есть ты захвачен ты сам ее создал ты сам придумал план и она тебя поработила в каком смысле что ты считаешь что только это и ничто по соседству и вот ты на натыкаешься на препятствие в моей жизни было очень много подобных примеров причем таких ярких и я бы сказал настолько гротескны как как и как из учебника я вам как-то рассказывал про свои попытки создания первой телевизионной программы и как я два года бился просто в закрытые двери это еще когда это было в начале где-то 2003 год до в начале нулевых 2003 2004 год я поставил цель я ее для себя продумал мне подсказывали люди вокруг ну об этом есть выпуск как раз где я делюсь делюсь этим этим забавным достаточно таким приключением жизненным как я постепенно формируя свою свой фокус на этой цели и вкладывая усилия вы же понимаете это не вопрос не недели и у вас таких целей полно которым вы сейчас стремитесь вопрос их достижения это не не вопрос недели или месяца это многие месяцы или может быть даже несколько лет так вот по мере предпринять того как ты предпринимаешь усилия ты уже захвачен этой целью в это же время как я стремился к созданию этой телевизионной программы где-то параллельно на другом плоскости на другой плоскости событий происходили вещи подготавливающий другой путь для меня но я не знал о том что вот где-то формируются какие-то события чтобы именно в тот день когда я дошел до тупика полнейшего была финальная встреча долгая там история были рекламодатели была концепция были сняты уже даже серия серия первых выпусков я создавал авторскую программу с готовым рекламодателем для телеканала и вот финальная встреча и я упираюсь в стену я понимаю что что все я сделал все что мог но не получилось вот просто не совпадают знаете как не в потоке эта штука вот что-то ей мешает и в этот же момент во время встречи я получаю смс-ку с приглашением на просто прийти заехать и поговорить и все это время параллельно созревал другой путь которому я пришел только уперевшись в стену на первом пути почему я это рассказываю потому что ребята я совершенно уверен так как это уже происходило не раз в моей жизни очень схожие в чем-то в нюансах отличающиеся но по своей сути очень схожие ситуации когда вы стремитесь какой-то цели делаете все по шагам но вы не видите не можете увидеть какие есть по соседству маленькие такие знаете замаскированные дверцы но самое удивительное что эти двери откроются и вдруг окажутся явными только в случае если вы были очень лояльны верны трудолюбивы постоянны настойчивы энергия это настоящее рвение было настоящее упорство весь этот потенциал который вложен он никуда не так у нас устроен этот мир не деваются эти силы никуда не и это не силы потраченные впустую потому что мы уже с вами не раз говорили про то что на пути сердца то есть на пути слышание этого внутреннего камертона ты не можешь ошибиться даже если у тебя не получится зато ты готов к разговору с собой когда тебе 90 лет ты готов ответить перед собой перед своим камертоном что ты старался что ты приложил усилия да не все в жизни получается но постараться это важнее чем получить результат и вот здесь наверное вы сейчас может быть кто-то подпрыгнет на своем стуле и скажет что а я скажу конечно постараться важнее чем получить результат потому что есть множество людей которые старались и получили результаты результат их не устроил они поняли что на самом деле они-то стремились к другому и пришлось придумывать следующие следующие цели и конечно в этом история жизни но помните история жизни она все-таки не в результате которому мы приходим а в процессе как когда мы идем и сейчас я не хочу повторить эту банальную есть истина что дело в самом пути но в действительности дело в сегодня и дело в той энергии которую вы тратите видя перед собой эту дверь которая возможно не откроется но лишь придя к ней вот все ты подполз и в скольких фильмах такое такие образы создавались ты подполз все ты изранен ты ты на последних своих каких-то уже толиках этого огня и веры но ты знаешь что ты испробовал все свои ресурсы что ты применил всю настойчивость ну вот и ты здесь да и тут вдруг ты подползаешь и видишь а вот ведь а как рядом норка есть и есть и ты так вы думаешь на это какая-то ерунда точно так же как у меня тогда было я посмотрел на эту смс-ку после встречи уже и думаю да типа чего там предлагают у меня тут вон какие были планы два года трудов но я был достаточно спокоен тогда потому что еще удивительный момент когда ты вложил так много сил как я только что описал ты подполз туда уже из последних сил ты внутренне спокоен потому что хуже не то чтобы уступить хотя это не соревнования это же не футбольный матч правильно ты против жизни ведь ведь это не так то есть мы представляем это но это не противоборство потому что ты сражаешься с тем соперником который вовсе не против тебя когда люди играют в теннис играют в баскетбол там команда на команду или бьются на ринге это у тебя есть соперник который тоже слаб он тоже человек он тоже подвержен там не выспался травмы но здесь ты сражаешься если вообще это сражение с неравным соперником причем который вовсе не соперник тебе мы-то часто подходим все с тем же с тем же отношением как будто мы на ринг какой-то выходим а тут у нас жизнь жизнь ты не против ребят чтобы мы достигали результатов вот что самое интересное против только наше несовершенное устройство мешает нам только то что мы начинаем спорить с собой мы начинаем отговаривать себя мы себя переубежит то это все не то это все не так мы сдаемся они жизнь не хочет прогибаться обстоятельства пластичные максимально в какой-то момент им просто по закону сохранения энергии будет проще проще выстроиться под вашего под вашу вот эту линию они чуть-чуть скорректирует вас как я вам рассказывал про телевизионную программу или там про открытие спортклубов моих я помню эту эту историю как я вот я нашел эту локацию на садовом кольце это тоже в такие да тоже те же времена приблизительно начало нулевых 2002 по моему год бывшая библиотека советской на садовом кольце такие окна как я мечтал как я представлял там свой первый собственный фитнес клуб и сколько сил было вложено но потом другими путями я пришел к тому что я управлял сетью не своих собственных но зато их они были больше в 10 раз их был в больше в 10 раз каждый день был по площади больше в 10 раз чем-то от а локация и их было девять клубов или там 10 строился на на финальном этапе продажи этой сети то есть вы понимаете что жизнь она все равно называйте это как угодно жизнь реальность вселенная ей проще подстроиться под вашу избыточную энергию но дайте время покажите свой вклад теперь возвращаюсь к теме каждый шаг продуман не можно невозможно продумать каждый шаг потому что но с этой мысли я и начал что мир все время вносит новые корректировки и это нормально люди которые зациклены и может быть вы себя узнаете зациклены на четкой формулировки плана так боятся от него отступить может быть плохое слово говорю не хотят от него отступить они столь зациклены вот зацикленность точное слово они порабощены планом уж совсем чрезмерно это источник просто гигантского стресса и разочарование в итоге потому что ничто никогда не идет по плану какая-то кратчайшая история ну то есть допустим вот я сейчас пришел сюда я хочу включить камеру сесть и и записать это видео естественно у меня же заранее есть идея о теме которую я буду но даже когда даже в этом сколько раз внедряются не непривычные обстоятельства сильнейший ветер частенько бывает на пляже у меня уже было я пришел записал лень не было послушать потом слушай да там ветер там ничего не слышно такой думаю отлично нормально но я воспринимаю это как прикол почему потому что это подходы это те же подходы как в спортзале не требуйте награды за свои усилия просто делайте и будьте благодарны за само усилие за то что есть идея есть задумка есть цель а